всем привет но вы не поверите куда меня занесло хотя дачу это вы же прочитали название видео и знаете что я приехала на собачье кладбище хотя нет правильно она называется кладбище домашних животных насколько я знаю это единственное кладбище в москве находится она на машкинском шоссе при входе вы там заметили до двухэтажное яркое здание ветеринарной клиники у людей храм а здесь ветеринарная клиника давайте походим посмотрим надгробие домашних животных а я расскажу об этом месте хорошо по статистике в москве умирает более 150 тысяч собак и 200 тысяч кошек по санитарным нормам в москве и подмосковье захоронение животного допускается после кремации ну я уже окинула взглядом территорию собачьего кладбища но не похоже конечно же что здесь захоронено более 300 тысяч животных значит хозяева как-то по-другому хоронят своих питомцев может в лес вывозят там хоронят не знаю и тем более что захоронение вот именно на таком кладбище не из дешевых кремация животного стоимость до зависит от его веса и от того какой вид кремации выберут общей или индивидуальной общая кремация стоит от 1500 рублей до 5000 рублей индивидуальная от 4000 рублей до 9500 рублей и также можно заказать видео отчет о процедуре кремации ну и потом уже урну можно хоронить в земле или в колумбарной стене колумбарная ячейка стоит 4500 рублей земельный участок стоит 6500 рублей а на центральной аллее земельный участок стоит 12000 рублей можно конечно развеять прах своего любимого животного тут на кладбище бесплатно вот и для этого как раз и заказывают общую кремацию которые здесь стоят над грубьем животных вот у них это индивидуальная вот но можно конечно еще бесплатно поместить фото своего любимца на сайте этого кладбища вот такой некий виртуальный мемориал если по каким-то причинам вы не сможете лично сюда привести животное то можно заказать специальную машину но это удовольствие будет стоить более двух тысяч рублей здесь также могут разместить тело животного в морозильной камере до тех пор пока вы не решите что будете с ним делать дальше здесь есть также ритуальный зал где можно заказать церемонию прощания в общем здесь вся инфраструктура которая присутствует на всех кладбищах и людских тоже и также здесь здесь есть такая же гранитная мастерская вы видели какие надгробья стоят на собачьих кошачьих захоронениях ничем не хуже людских ну а самое неприятное я оставил напоследок особо впечатлительных я прошу выключить звук потому что дальше ваша нежная душа но может не выдержать раз два три выключили то ощущает себя нормально то вы должны знать когда животное болеет хозяева его лечат если лечение уже не помогает то принимается тяжелейшее решение об усыплении животного эвтаназия это переводится как легкая смерть можно пригласить врача на дом чтобы страдающее животное провело последние часы минуты в домашней обстановке без лишнего стресса а можно привести вот сюда в центр ритуальных услуг чтобы например ваши дети и другие близкие не видели страдания животного одним из гуманных методов эвтаназии считается применение медицинских средств которые вызывают безболезненную потерю сознания а уж потом остановку дыхание и смерть стоимость эвтаназии тоже зависит от веса животного от 5500 рублей до 8500 рублей вот такие расценки ну и понятно почему здесь очень много пустых площадей навряд ли вся москва едет сюда хранить своих животных но кто-то все-таки выбирает этот способ мы видим здесь много надгробий все равно и кстати вы заметили что на многих надгробиях приклеены записки от администрации что надо посетить администрацию когда человек хозяин придет прочитает ему нужно будет подойти в администрацию но по аналогии с людскими кладбищами я полагаю что здесь какой-то денежный вопрос возможно аренда что-то еще ну что еще скорее всего до аренда какая-нибудь так что вот так дальше я уже не знаю что вам рассказывать основное я вам все сказала дальше давайте просто походим посмотрим почитаем что написано на надгробных камнях посмотрим как хозяева обустроили захоронение своих любимцев почитаем их имена на некоторых надгробиях прям много кличек животных это в одной семье бывает очень много животных и их всех сюда захоронили а сейчас я прочту печально стихотворение елены кирьянов и собака умерла забрав частичку сердца собака умерла и никуда не деться а как унять всю боль а как смириться с этим собака умерла стучит мне в окна ветер я выйду на крыльцо туман как дым клубится собака собака умерла собака умерла как так могло случиться поверить не могу что нет ее на свете развеется туман и стихнет в поле ветер я просто человек как пережить потерю собака умерла А я стою, не верю, как будто бы вчера вилял хвостом при встрече, и руки мне лизал, и вот, и вот, ушел навечно. И вот, да, будет пес другой, бирать со мной рядом, и будет день другой, дожди и листопады, другие вечера, закаты и рассветы, другие времена, счастливые моменты, когда-нибудь потом, когда-нибудь быть можно. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok